Я благодарна всем, кто имеет активную жизненную позицию, кто со своим участием и неравнодушием помогает создавать более комфортную жизнь для наших жителей. В соответствии с требованиями закона о местном самоуправлении устава нашего города предоставляю отчет о деятельности Совета Депутатов о своей работе за 2023 год. Совет Депутатов муниципального образования города Ивангород довольно-таки активно работал в 2023 году. Было назначено и проведено всего 12 заседаний Совета Депутатов практически ежемесячно. Они состоялись, из них 10 было очередных и 2 неочередных. На заседаниях Совета Депутатов все вопросы рассматривались в рабочем режиме. В течение года осуществляли свою работу 3 постоянные депутатские комиссии. Мне бы хотелось предложить оценить работу администрации за последние 5 лет и немного заглянуть в наше будущее. Начну, пожалуй, с важного и довольно затратного направления нашей повседневной работы – развития городской инфраструктуры. Это то, с чем наши жители сталкиваются ежедневно. Одной из самых важных составляющих для населения администрации является благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования. В своем взаимодействии с населением мы используем различные формы и методы работы по благоустройству. Масштабное благоустройство проведено территорией на улице Котовского. Новый наряд получила любимая парусинка – смотровая площадка Нарских водопадов, улицы Текстильщиков, верхняя площадка улицы Пастрова. Реализовать эти мероприятия позволила победа во всероссийском конкурсе в 2021 году лучших проектов создания комфортной городской среды, в малых городах и исторических поселениях Минстроя России. Маршрутная сеть продолжит работать и в 2024 году. Сегодня заключен муниципальный контракт. На это предусмотрено 3 миллиона рублей. В 2023 году в рамках формирования комфортной городской среды были благоустроены следующие общественные территории. Сквер по улице Гагарина вдоль набережной канала, территория на Кингисепском шоссе, нижняя площадка Утанка, детская площадка на улице Текстильщиков. Также 3 дворовые территории. Мы смотрим вперед большим оптимизмом. На сегодняшний день в Ивангороде создана платформа для устойчивого развития. У нас появляются новые предприятия. Мы с вами строим социальный объект. У нас появился бассейн, мы строим фок. В 2026 году у нас будет новый футбольный стадион. Средства уже заложены в бюджет Ленинградской области. Мы начинаем строить жилье. Мы знаем, что к нам приедут новые жители. У нас появляются предприятия. У нас развивается и благоустраивается наш город. Мы сегодня создали все условия, чтобы каждый житель мог гордиться своим городом. Это наша цель. Ведь все, что мы делаем, вся наша ежедневная работа, она направлена только на одно. Чтобы каждому жителю было комфортно и чтобы мы гордились своей малой родиной. Я нисколько не сомневаюсь, что все планы, о которых я сегодня рассказал, мы их обязательно реализуем. Нет в этом никакого сомнения. С такой поддержкой и Кингисеппского района, и правительства Ленинградской области мы это сможем. Ну и не могу не сказать, что многие программы, которые мы реализовали, не были бы возможны без поддержки нашего президента, который их, в общем-то, и начал, Владимира Владимировича Путина. Я уверен, что вместе мы, как и подавляющее большинство наших россиян, в марте изберем лидера нашей страны, который обязательно приведет нас к яркой и такой долгожданной победе. Спасибо. Спасибо.